Привет всем! Сейчас я расскажу, как сделать элемент питания, который сможет прослужить примерно полгода. Нам понадобится корпус, это будет стеклянная банка, пластмассовая не подойдет. Какой-то кусок серебра, в данном случае это ложка, он будет служить сердечником, и также будет участвовать в химической реакции. Медный провод, это может быть какая-то старая обмота, от каких-то старых электроприборов, пищевая пленка, она будет служить для изоляции между слоями обмотки, и для раствора, в котором все это будет происходить, нам понадобится уксус яблочный 6% глицерин, он продается в любой аптеке, стоит 10 рублей, и обычная поваренная соль мелкая. Для начала обмотаем ложку пищевой пленкой, чтобы не было прямого контакта с медным проводом. Я обмотал ложку пленкой, как видите, верхний и нижний конец ложки глины, это для того, чтобы было взаимодействие с раствором. Теперь начнем обматывать проводом. Оставляем кусочек подлиннее, это будет один из контактов, и вот так вот наматываем первый слой. Я намотал один слой, как видите, витки не вплотную друг к другу, между ними должно быть пространство для изоляции. Теперь нужно опять намотать пищевую пленку. Я намотал второй слой пленки. Пленку нужно мотать как можно свободней, чтобы не затруднять поступление раствора между проводами. И теперь нужно намотать второй слой провода, и так далее. Пленку, затем провод, пленку, затем провод, и так пока не надоест. Катушка готова. Я намотал 7 слоев. Как видите, проволока намотана довольно свободно, но на результат это сильно повлиять не должно. Конечно, можно сделать более тщательно, и тогда напряжение будет немного выше. Но в целом пойдет и так. Теперь приступим к приготовлению раствора. Насыпаем 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку яблочного уксуса, немного размешаем. Остальное глицерин. Раствор готов. Соль растворилась. Теперь можно опускать катушку. Давайте теперь замерим напряжение. Как видите, на дисплее 0. Цифры даже не шелохнулись. Нужно подождать. Прошло 7 часов. Химическая реакция идет полным ходом. Как видите, жидкость немного потемнела и помутнела. Посмотрим, что покажет вольтметр. Вольтметр показывает 0,77 вольта. Будем ждать еще. Прошло 2 дня. Батарея набрала полную силу. Посмотрим, что покажет вольтметр. 2,1 вольта. Все, батареей можно пользоваться. Нужно только зафиксировать катушку, чтобы не болталось, и плотно закрыть крышку. Такая батарея отслужит приблизительно полгода. Срок службы ограничен количеством серебра, которое находится внутри. В данном случае это ложка, весом 8 граммов. И по моим расчетам, должно хватить года на пол. Срок службы абсолютно не зависит, будет ли подсоединен какой-нибудь потребитель или не будет. То есть, вы можете подсоединить какую-то маленькую лампочку, какой-то фонарик, и полгода вы можете его не выключать. То есть, она полгода отработает вместе с ним. Ну и так же самое, если вы ничего подсоединять не будете, то через полгода все равно срок службы ее подойдет к концу, потому что серебро растворится полностью, и батарея функционировать перестанет. Такую батарею в магазине вы не встретите. Прежде всего, это связано с драговизной изготовления и, конечно же, с ограниченным сроком хранения. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова